С какого-то определенного времени был запущен механизм насильственной смены власти в ряде арабских государств. Умышленно начали издалека в Кумиз, Ливия, Египет, чтобы не создалось сразу впечатление того, где, действительно, центр дара. Почему избрана Сирия? Сирия, вопреки легендам и всякого рода фильмам, всяких там аль-джи-дривен, это наглядный пример сообщества. При полной демократизации внутренних процессов очень разных этносов, очень разных конфессий. Почему это было важно для них делать? Потому что задача, я обсуждал эту задачу, поверьте, в 2007-2008 году с очень видными представителями иранской элиты. Задача ставилась одна – довести планету до цивилизационного конфликта. То есть обязательно сделать что-то в оправдании тех книженций, которые были написаны, ну, допустим, Денис Шах. Каким-нибудь профессором и так далее какого-то Вашингтонского центра. Ну, важно сейчас это помимо, их много было. Но они работали на свою общую идею – создать ситуацию управляемого хаусом на как можно большем пространстве. Для этого необходимо уничтожить вообще представление людей о том, что я могу спокойно сидеть какому-нибудь людисту, мирно обсуждать нечто, что представляет общечеловеческие ценности. Не зря процессы проходят параллельно. Идет совершенная война против нашей человеческой морали, против таких ценностей, как семья, взаимоотношения мужчин и женщин. И одновременно раскручивается мотолик войны над людьми и детствами. Это не зря. Это не так, что случайно совпадение. Надо разрушить моральные основы цивилизационного. А это семья. Это внутреннее отношение между поварами, между родителями и детьми. Для этого вводится ювенальная, называется, юстиция, чтобы детей можно было спокойно изымать в законных родителей. И все это находит войне на Ближний Восток. Но, так скажем, враги, они просчитались. Просчитались, по большому счету, самым главным. Оказалось, что даже в такой расстраненной стране, как Россия, далеко не всем безразлично, кого называют мамой, кого мамой. И так далее. Все можно разрушить, кроме одного, то, что вечно. Вечные ценности сохраняются в вечных империях. На сегодняшний день вечными империями выступают Китай, Иран, Россия. Они и взялись за делой организации отпора. Отпор ведется по всем направлениям, в том числе идеологическим. То, что предпринимает, скажем, группы ШУ вокруг «Рашлтудэй» и так далее, это все ерунда. Потому что это хорошо, что так. Это фон. Они не знают, что против них делали на тех же фронтах. Вентиляция, на это. Вентиляция, на это. Чего? Этот вентиляция. В него не трусят. Это Россия? Да. Они просто не представляют, что против них предпринимают со стороны Китая. а это, поверьте, очень глубинные бомбы, они не знают, как им противодействовать на идеологическом фронте мусульманский Иран, а это, поверьте, еще большие бомбы, завтра они забудутся. Завтра те, кто развязал фактическую его трансформировую войну, они на своей территории узнают школу какого-то. Но в Сирии необходима действительно какая-то визуальная победа. И эта визуальная победа обеспечивает преединство – Иран, Россия и Питая. Именно в таком порядке – Иран, Россия и Питая. Потому что на самом деле, используя выражение президента России Путина, в школе воюют иранцы. Основные человеческие жертвы несут Ирана. Месяц назад была опубликована официальная цифра погибших только из Ирана в сирийской войне. Это 2100 человек, которые уже возведены гранд-великомученицей. 2100 человек – это, надо понимать правильно. Это не армия Ирана, это смешно. Но если армия Ирана вторгается в Сирию, и там больше никому денег нет, они будут стоять из-за человеческих жертв. Они ни перед чем не будут постановляться. Я видел, есть какой-то интересный индекс в Сибириальном году национальной обороны, как они взаимы. И все равно – это холод, дождь, снег, 58 или 60 сноя, как кожа горит. С этим враги не сталкиваются. Они сталкиваются с коллаборационизмом, который выражается в том, что за деньги всегда проходят и болгары, и казахи, и еще кто-то. Здесь они увидят. Ситуация, когда деньги никого не интересуют. Когда нельзя купить, надо купить. А как купить? Это вопрос, и это уже более-менее не готов. Способы введения психологически, даже так, психотропной войны. Просто сегодняшние разжигатели войны, они не представляют, что эти способы разработаны те, до кого они сейчас отолчили. Способ войны психотропной у Иранцев. Это не обещание «Семидесяти красавицы были в Авраиле». Нет. Это совсем другое. Это моральная обработка населения в той позиции, что в итоге выясняется, что, мне кажется, методом партизанской войны, вот зародились на российской территории Авраиле, в этом партизанской войне иранцы изгоняли другого захватчика. Арабами, туркали, афганцами. И важно, это способ партизанской войны, который сейчас передан всем шиитским организациям во всех странах мусульманского мира, и они практикуют именно этот способ. Это способ, который дает возможность якобы голым боссам, холодным, голодным каким-то деменским сектантам доходить до Эрбиана. То есть разбивать королевскую армию, которая заложена, ну, не хуже никакой европейской, у которой израильские и американские инструкторы, но тем не менее, эти голые боссы доходят до Эрбиана, разлетая эту королевскую армию. Это другой способ. Это способ для неважной, о котором все время фельдмаршал Кутуза заявил на полет, что народ, что я могу говорить, народ, какая война поправится, о чем вы говорите. Это очень быстро достигает. В течение 24 часов возможно мобилизовать жирание 50 миллионов человек. Попробуйте уничтожить. Еще хуже ситуация стекает. Пусть не 24 часа, пусть немножко больше, но мобилизация это полумиллиарда человек. Мобилизация, не значит полтора миллиарда, если это так, ну, полумиллиарда мобилизации. И будут мобилизованы. Это молодые люди, которые тоже не считаются с потерями, готовы не лезть. Это показалось, что правильная война в Великобритании еще. В Великобритании показалось, что никто не считается ни с какими портелями. Лиза в гости стоит. С этим придется столкнуться и в Сирии. Уже столкнулись. Сейчас в Сирии это, наверное, что-то, можно даже так сказать, поступили именно на сирийской территории, по всем подсчетам, и будет поиск, так называемого армагедона. Вот это какая-то претеча, то есть последний битвы, это все этообразие. Тем не менее, это факт. Именно на сирийской территории. Ни Грая, ни Палестине, ни там. Потому что, на самом деле, выясняется очень много тонкостей. На самом деле, ну, зарождение, так сказать, даже христианского, общепланетарных ценностей. И это далеко будет благо, и как, тысячелетия, за долго до христианского, за долго до христианского. Это началось очень много. Это началось с тех пор, когда люди не понимали, не говорится, кто и что из себя представляет. Могут даже многих, многого языковых отличий, особенно в стратегике. Вот именно, моя война шла. И показателем в этом плане является очень древнее христианское поселение, в котором до сих пор доволять на земле Христа. И это в Сирии. Это не депрессия. Это не дефилемы, это не мальчиков, это не в Сирии. Это не очень далеко с Дамаска. Поэтому ситуация у нас такова, что схема лирийской революции здесь лопатом. Они не мычли глазами. Здесь не тупая маста. Здесь нет набегов пустынников, скотоводов, которые даже не знают, в каком моменте взяли свою группу по названию, допустим, какого-то любимого везда одного из вождей. Здесь цивилизация, причём очень древняя. Часть в Сирии – это бывшая Финития. Часть в Сирии – это бывшая Финития. Часть в Сирии – это армянская Финития. Другая часть в Сирии – это вообще осколок Шумера и так далее. И всё это сохранилось. Если мы переведём многие названия таковыми сирийскими и даже северо-иракцией, то мы убедимся, что речь идёт о всё той же войне за те же города – Арделу, Горганелу, Ур. Это всё – кивилизационный полос планеты. Отсюда всё начиналось вообще. Поэтому тот, кто будет владеть этим, тот и определит будущие родители. Теперь посмотрим в более прикладном порядке, что произошло в Сирии. Начало – ну, это правильно, схема одна и та же – захватить крупный город, объявить альтернативную столицу. Для этого был выбран компактный центр проживания христиан в Сирии – Алектор. Но чтобы это сделать, надо либо христиан переймонуть на свою сторону, либо издавить всех, деноцидировать. Не получается. В том числе благодаря нашим сирийским терапевтистам, которые очень быстро заградили, что если надеться в совершенстве территории Турции, то это деноцид. Для сирийских армян нет никакого сомнения в том, что происходит. Они продолжают считать больные ступы. И поэтому они едут в боль, если так необходимо испытывать, не только под сирийским флагом, но и под армянским флагом. Ну, это нормально. Они не учитывали очень интересного фактора, что от Алеппу и Глава Тайки до Тесалы живут те, кто в 1917-19 годы били туркам морду на Ближнем Астане. Они этого не учитывали вообще. Они считали, что это пришлой зонт. А между тем, это Арганский регион освобождал Иерусалим от Турка в 19-м году. Он разбил турок и взял Иерусалим. Зачистку делал территорию для Англии и Франции. Но, правда, как всегда, товарищи бросили кину в Армян. Подставили. Это нормально, тоже нормально. Не надо бегать и показать, что интересно справимся. Но это наша была послуга. Мы защищали Ближний Восток от турецкой оккупации. Это благодаря Армянам весь Ближний Восток перестал быть частью Турции. Ни Англия, ни Франция. Все чушь. Разбивал конкретных город на конкретных полях, в конкретных городах армянский регион. Он составлен был, наверное, кто-то читал, помнит или знает, или узнает потом. Он составлен был в основном из армян, лежащих из Кирикии. Адамы, Урфы и так далее. И вот с потомками таких армян, то есть людей, которые вкусили вкус победы над турками, они пытались договориться. Не получилось договориться. К сожалению, посланцы из Армении тоже лежат. У Кишка на уровне того, что в самом деле считают, что с местными ячейки не дошла. Второй раз или третий раз в одной территории. Историческая память была слишком широкая, я бы сказал, влиятельная. Поэтому от Алеппы до Дер-Эр-Зора на всех участках первыми из гражданских населения они называли «отпор, ополчение» Армении. Глядя на них, за оружие взяли эти грейки мясные, а сирийцы и так далее. Потому что, если есть пример, можно повторить. Это не относится к курдам и обычной причине. У курдов в Сирии очень давно, еще со времен Хаша Сахасата, были свои структуры. Потому что в ее неделю было. Поэтому для курдов это не было много. Где-то, где-то, справедливые проеки турки в том, что в Сирии в качестве курдских политических и других туркеров действуют фериалы курдских рабочих процессов. Где-то на это нет, на 100%. Объясню почему. Потому что было же время, когда Иран тоже был в колеснице американской политики и участвовал в блоке Сенту. Не почитайте все. Блок Сенту – это был Саддан Хусейн, Ирак Иран. И тогда сирийские товарищи организовали на своей территории курдские группы. Это было, безусловно, сведомо государство. Именно на территории Сирии, как и в Ливане, находились главные базы курдской рабочей партии. Но только базы. То есть лагеря тренировочные, некомфортные. Поэтому сирийские курды – наиболее отмобилизованная часть всех по-другому. И поэтому для них эта война не была нервной новостью, не признанным, ничем. Они изначально были настроены на то, чтобы воевать. И поскольку, как и в случае с Армянным Патру, делились самые худшие предположения, то есть основные потоки террористов шли в Сирию, и в Турцию, кто сам Богу взял взять с оружие руки, и сказать, что «Террор, мы демократизация нас не волнует, когда нас встали в вопросе, мы с Турками боремся». Поэтому для Армянных Патру в Сирии война сегодняшняя – это война с Турками. Поэтому такое ожесточенное сопротивление. Люди понимают, что речь идет о жизни, о безопасности, о будущем, а не просто отпуске людей или демократии. Почему это происходит, то это тоже понятно. Асады очень интересный флаг. Да, это Армалитин. Долгие десятилетия в Сирии считались в Сирии в Сирии. Но Армалитинская община позволяла избежать людей многим курдам и армянам. Поэтому, если считать сейчас по этничности Армалитинской общине, то там мы найдем не арабов в основном, а именно курдов, армян и не только армян. А вообще все, кто преследовался в той или иной мере, это можно сказать аналогией. Вот в России были такие поселения, казаками назывались. Сказать, чьи станицы. То есть, если ты хочешь вольности, вольности, ты бежишь к этим людям. Они тебя принимают, ты живешь в твоих законах. Вот нечто подобное, это Армалитинская община на Ближнем Востоке. То есть, она принимает любовь. Сам, так сказать, пантеон этого мирования, он не мущество такое, среднее. Но, тридцать лет назад произошел переворот. Тихий переворот, который остался незамеченным. Тем не менее, переворот сыграл разную роль в развитии мусульманского мира. Тридцать лет назад, один из великих Аятонды рано принял решение. Все сектанты в мусульманском мире отменили шииты. Все. Все, кто не признан официальной религией, все шииты. Сюда вошли. Армалитин, Исмаилетин, Вены и Хусисты, и так далее. И до Афганистана до сведения. Все, кто не официальный религией, это шииты. Они думали нас за свои предыдущие. Логика проста. Раз вы нас, шиитов, считаете сектантами, тогда все они наши. И получился переворот с чем? В процентном отношении резко возросло количество шиитов. Теперь даже те мусульмане в Индии, которые каким-то образом чем-то отличаются, они шииты. Пакистан, они тоже шииты. И получилось, что самые крупные мусульманские населенные пункты в Индии и Пакистане шииты. Карачи, Ахмадарбан и так далее. А эти миллионы людей, поверьте мне, это миллионы людей. И получилось, что Иран присвоил, но не присвоил, а заслужил право говорить о том, что именно он истинный защитник всех мусульман в Индии. Потому что, если посчитать сколько раз, будет меньше, чем в мусульман в Индии. В мусульман в Индии 200 миллионов. В Пакистане шиитов около 50 миллионов. Уже 250 миллионов. 80 миллионов – сам миллион. И пошло. То есть, мусульманский мир больше не мир однозначного поклонения Индии. Это другой мир. У шиитов своей цепени. При том, что отношения возражают признавательные комитеты у них в своей святыне. Если эти святыни находятся в дыре? Нет. В Ираке. В Ираке. Там, где погибли их великомученики. Сегодня война в Ираке ведется под знаменем одного из ближайших. Ну, можно сказать, не то, не то, не то Хусейн. Я сейчас его не вспомню. Я бы не усуманно объяснил. Под знаменем мученика Хусейн. Черное знамя. Черное знамя Хусейн. Черное знамя Хусейн. Черное знамя – это трава. Постоянная. Вечная трава Хусейн. Все идут в бой по другим знамям. Не важно, ты так. Вот ты армянин, в России. Не важно. Ты подписал бумагу. Ну, что, вот тебе знамя вперед. Почему я говорю, не важно? Потому что даже шиитские ополчения Сирии и Ираке сегодня включают в себя христиан. Например, в Ираке есть такая организация. Аль-Хашт Аша. Она включает в себя… Выше название нейтральное. Никакого связи с этим. С приведением. На самом деле, она переводится как «молодежная организация». Она берет знамя Хусейна. Она вбирает в себя христианскую бригаду. Оболчение называется «Вавилонская бригада». Здравствуйте. Оп! Товарищи, извиняюсь, из-за революстяне-американцев этого не учили. Они вытащили. Они вытащили. Они вытащили. И вавилонская бригада насчитывает около 10 тысяч человек разных персоналов. В том числе и армян. Воюют так, как никто не говорит. Не за деньги. Не за деньги. Они вобрали себя. Я сам был с революционным. Приехали шейхи Езидов. Подписались в Тегеране. Я в эти дни был в Тегеране. Ну, конечно, не сблизи. Кто мне это запустит? Советники Молотой. Рядом сидят. А вот то, что они были в городе и куда не захотели такое время. Езиды подписались. Езидские дружины. Отошли от всех официальных курдов. У них весь свой опекунский друг свой. Ну, как это? Союз. Это Иран. И сегодня все Езиды будут воевать именно в рядах этого ополчения. И, наконец, последнее, что произошло. И это произошло на базе на сирийской войне с этих вопросов с турецкой опрессией. Оказывается, базирующиеся в Сирии и Ираке отряды Курдской рабочей партии тоже подписались. И вошли в это ополчение. Что получил зачинщик военный? Он получил объединение всех сил под одним флагом. Я могу сказать вам так. Флаг мученика Хрусейна – это неофициальное изгнание педагога. Вот мы зашли на иранский и тегеранский рынок, смотрели и все, что уже приближаются, да? Дни трауры. Да, уже. Кроме, в общем, мусульманских трауров, там есть свои трауры. Один из них – это вот именно мученик Хрусейна. Это считается, ну, как вам сказать, это дело чести, что ли? Уже висит по всему городу вот этот флаг, где-то там. Это не мешает не проводить крупнейшие международные мероприятия. Это не такой траур, что за что надо всем плакать, молиться и учить. Ничего подобного. Все идет нормально, все ведомо, запланировано. Вот человек, в принципе, двое мы решились. Это, на самом деле, не надо было сохранить. Плановое развитие государства, плановое развитие общества. Они очень жесткие держатся. Если кто-то отходит в планы, то лучше не отходить. Лучше не отходить. Минимальное наказание – это мощная резь на два года. Значит, мы туда будем выходить в эту душку от столью контроля. Многие не удерживают, надо сказать. И вот в Сирии. Первый лозунг он уже настораживал. О какой демократии речь? Христиан вберут, а в Лавитовский могилу. Первые митинги, так сказать, демократическая позиция, шли под этим лозунгом. Уже здесь снимаются все вопросы о том, на что и, во-первых, кто это все делает, а во-вторых, на что это направлено. Лишить Сирию христиан – это что? Оторвать экономику. Лишить Сирию христиан – это что? Оторвать остатки экономики восторвать. Все важнейшие экономические речи. И так получилось. История, как история. В руках христиан – это самые мобильные пассиональные части сирийского общества. Не зря асабы приходят к пассиву. Потому что в асабах сливаются оловиты и предки христиан. Родные и армянские корни. То есть это и христианцы, с одной стороны, и в прошлом. Но сегодня это оловиты. И они объединяют вокруг себя всех тех, кто на это нацелен. Так вот, страна долгие четвертия. Ну, примеры, в асабах сирийского и армянские родители. Для армянских родителей, конечно. Другие примеры в то же время, для того же части света свои примеры. Сейчас трудно сразить. Любой пример с итальянским и армянским родителем. Очень трудно. Я не знаю страны в мире, которые столько же перевозят в асабах. Американцы, которые перевозят в асабах. Совсем другие механизмы. Потому что это не тема наша, но тем не менее. Там другие механизмы работают. В иране другие механизмы. Геран стал распространять свою систему стимуляции общества. На все такие страны, которые он считает родственниками. В том числе и архивы. Это 2011 год, конец 2011 года, когда в Сирии начались такие мифы. Еще до войны очень много времени. Меним полгода. Обязательно должна быть сакральная жертва. Сакральная жертва использует одного хулигана, который ищет, молюет, в общем-то, неприятности. И кто убил этого пацана? Я думаю, что это не трудно устроить. Киев показал, что спины дураков всегда готовы принять путь. Вот такой же дурак, такой же майданщик был в Сирии. Из убийства пацана делается в Сирии величайшие продукты мира. На базе чего? А это мне уже напомнило событие в Сараево 1991 года. Там тоже были такие события. Но начались они с противоположной стороны. На кладбище христианском была расстроена села в Сирии семья. Маленькие девочки, мать, бабушка. Очень похожие почерки. Поэтому, сами понимаете, святотатство вызывает ответную реакцию. В ответ идет крушение всего, что можно крушить. Но кто же мог убить беззащитных женщин? Не только мужчинами. Все. Ну, это другой балканский вариант. Он немножко был рассчитан на схематичность мышления европейцев. Или это сработало? И здесь это не сработало. Потому что здесь в Ближнем Востоке написать, что... Ну, так скажем, да? Я образно выражусь, каждый поймет. Написать на стенке, там, какое-то скотское оскорбление в адрес Хафетса Асады, это означает стать кровником. Потому что у него есть сценарий. Ну, давай, давай. 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 Kay. Продолжение следует...